Бюджет поселения был социально ориентированный. Какой бюджет в этот год был принят? Вы сказали, что присутствовали на заседании. Кстати, тут тоже интересный вопрос. Бюджет прошлого, то есть этого года, его принимал Совет депутатов еще сельского поселения. И он был тоже социально ориентированный. Там, кстати, было очень много льгот, которые Дубленкова, глава поселения и Совет депутатов принимали, которые уже давно эти льготы отменены в Ленинском районе. Так называемые голубские надбавки, много чего они делали для людей именно из бюджета. Сегодня на Совете депутатов новое руководство внесло предложение отменить все эти льготы. Ну, естественно, коммунисты голосовали против, то есть не коммунисты, а депутаты, которые избраны по спискам КПРФ. А енаусы и их прихлебатели, они проголосовали за. И поэтому теперь, как во всем районе, у нас будут льготы, которые гораздо меньше, чем те, которые Елена Ивановна и все остальные. Наши, ну, Совет депутатов, он же из десяти человек восемь было работники СОХОРа. Поэтому я по этому поводу возмущался, говорил, что давайте, нельзя принимать нормативные акты, ухудшающие жизнь населения. Но единороссы, как обычно, не слушают, им без людей нужно. И вот, кстати, те самые вот эти вот усердители за-за-за, они почему-то повелосовали против народа. И, кстати, мы писали с Секланой Владимировной Семирновой, тоже она депутат, нашли лист, писали письмо в прокуратуру, что, ну, на самом деле, все, без исключения, в соответствии с законом Совета депутатов, заседания, должны транслироваться и должны быть доступны. Так поступает Государственная Дума, так поступает Областная Дума, но так не поступает Совет депутатов Ленинского городского округа. И у нас не транслируются заседания, поэтому показать, кто что говорит и оценить, какой депутат как себя ведет, практически невозможно. Запись идет в одном экземпляре, когда мы попросили дать нам запись, председатель Совета, тоже единоросс, Радченко, по-моему, и он отказал. Ну, на самом деле, это полное нарушение закона, но, к сожалению, как это часто бывает, прокуратура односторонне наблюдает за законностью и никаких замечаний, никаких ответов нам на наши запросы не посылали. Поэтому сегодня, конечно, произошла такая неприятная для нас вещь, хотя в бюджете, который принимал тогда Совет депутатов сельского поселения, были предусмотрены все эти выплаты, но они, к сожалению, теперь уже не будут выплачиваться. Поэтому мы примерно представляем, кто за народ, а кто за роту агро и за застройщиков, которые захватывают наши предприятия. Вот. Ну, мы дальше будем бороться. Сегодня было много вопросов. Мы, знаете как, сегодня были очень интересные вопросы, связанные с будущим бюджетным процессом. И там стало сразу видно, что депутаты не хотят разбираться в бюджете, они себе одно заседание отвели на принятие бюджета, то есть там даже поправки не внесешь. Они вообще не хотят ни в чем, судя по всему, разбираться, потому что некоторые из них, насколько я понимаю, просто не читали документы, а их достаточно много. Сегодня рассмотрели 22 вопроса за полтора часа. Это такая интересная штука. Ну, несмотря на это, мы будем работать даже в меньшинстве, будем пытаться хоть что-то сделать для людей. Продолжение следует...